К другим новостям. Бараком не место в современной стране. Выполнение программы ликвидации аварийного жилья сегодня обсуждали в Москве в администрации президента России. Здесь глава Чувашии Михаил Игнатьев провел очередное заседание рабочей подгруппы по подготовке Государственного Совета. Работа над докладом, который и будет озвучен Владимиру Путину, завершается. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Расширенное заседание Государственного Совета назначено уже на начало мая. Ожидается, что именно в Кремле будут подведены итоги программы ликвидации аварийного жилья и намечены планы на перспективу. Напомним, что глава республики назначен руководителем рабочей подгруппы. Члены подгруппы продолжают работать над докладом, который представят Владимиру Путину. В этом документе будут проанализированы все четыре этапа реализации программы ликвидации аварийного жилфонда. По уточненным данным, в целом по стране только за три года было переселено более полумиллиона человек. Предлагаю послушать и другие итоги. Хочу только напомнить, что с 2014 года по 1 марта 2017 расселено 8 миллионов квадратных метров или 72% от планового показателя. Примерно полмиллиона человек. А всего за время реализации программы это 860 тысяч и более 13 миллионов квадратных метров жилья. Процесс переселения продолжается и, конечно, необходимо создание новых механизмов. Речь прежде всего должна идти о формировании системных механизмов, основанных на программном подходе к планированию реализации мероприятий и расселения аварийного жилого фонда. Но федеральная программа не решит проблему аварийного жилья окончательно. В ближайшее время предстоит определиться, на каких условиях в регионах страны жителей будут переселять из бараков в современные квартиры. По отдельным регионам имеются определенные риски по неисполнению утвержденных дорожных карт до 1 сентября. Но в то же время хочу подчеркнуть, и федеральные, и региональные органы власти, и местные органы самоуправления настроены, нацелены на полное выполнение принятых программ. Регионы Российской Федерации разные и особенности у регионов тоже разные. Поэтому с учетом этих особенностей, конечно, мы должны не на всей территории, может быть, одинаковые решения принимать, может быть, принимать отдельные решения с учетом особенностей по федеральным округам. Это тоже важно. По Волже, допустим, где мы живем, одни особенности, на Камчатке другие особенности. Предложения рабочей подгруппы пропишут в будущем докладе. Если их поддержат члены расширенного госсовета, то в перспективе будут пересмотрены законодательные акты и внедрены новые механизмы ликвидации аварийного жилья. Цели не изменились. Программа ликвидации аварийного жилья должна быть завершена до 1 сентября этого года. Срывать сроки недопустимо. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика из Москвы. Продолжение следует...